Всем привет! Меня зовут Евгений Крафт, участник шоу Голос 3, главная сцена. Сегодня мы находимся в магазине Мир Музыки. В прошлых роликах я рассказывал, как я пользуюсь луп-станцией BOSS RC300. И сегодня хотелось бы поговорить о том, чем я руководствуюсь, когда создаю ту или иную ранжировку. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 они очень 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 на бас барабан где-то подходят и малый бас барабан где-то постучать в микрофон где-то похлопать где-то пощелкать где-то использовать битбокс где-то использовать такие вещи я вот в одной песне я использую вот под это то есть нет предела фантазии используйте любые подручные вам инструменты приемы изобретайте новые и в путь мне же помогает это просто палочка выручалочка без нее ничего бы наверное этого не произошло гитара которую я модернизировал поставив сюда две басовые струны что это мне дает я могу играть целый аккорд все звучит но он звучит сразу с басом поэтому я могу играть например записать кусочек какую-то конкретную партию баса вот то есть сыграл конкретную партию баса она звучит только вот только бас и звучит мне на какой-то из дорожек дальше например пойдет припев и что мне делать мне нужно чтобы все звучало чтобы под это можно было петь это было драйвово в динамике люди хотели под это танцевать а у а мне куда бежать у меня то есть я я не могу сначала сейчас подождите я запишу здесь бас а потом еще и аккорды нет поэтому в таких случаях выручает именно басовые вот эти струны которые можно играть сразу аккорды все уже есть динамика уже есть драйв и есть бас самое главное что качает людей бас как говорит мой друг басист строй строй у этой гитары такой же как у всех остальных эти струны это ля ми то есть все в оригинальном строе то есть ми си соль ре ля ми только здесь у нас звучат басовые струны да вы наверное заметили что я еще использую клавиши и я руководствую с таким принципом не во всех песнях их использую во первых бывает просто неудобно сразу петь и играть то есть вот эти повороты и какие-то то есть как все зависит от удобства чтобы было удобно но при этом все качал клавиши я использую чтобы добавить красок использую какие-то звуки но больше я все-таки придерживаюсь более такого так скажем винтажного что ли звучание более акустического но при этом играя какие-то современные вещи но как как бы это звучало именно вот в акустике но при наличии бита так скажем вот и чаще всего я использую звук напоминающий родес в одной из композиций я использую именно прям такой лид конкретный что но это солирующий инструмент играю там небольшое соло и как раз в этом видео вы услышите его да так таким образом у нас получается басовые струны нам дают за возможность заполнить нижний регистр клавиши средний регистр и на гитаре играть что-то сверху заполнить верхний регистр ну и серединку тоже там где это нужно вот я давно хотел попробовать сделать так чтобы бит в песне поменялся потому что все таки мы ограничены тремя дорожками так скажем ну четырьмя путем отмены возврата вот я их называю поэтому четырьмя мы всегда ограничены пульсации бита то есть если мы записали что-то в начале там какой-то рисунок он у нас будет ну грубо говоря всю дорогу потому что на остальные дорожки у нас уже идет материал который там звучит аккомпанемент какой-то там партия баса гитары и которую мы не можем просто удалить потому что дальше понадобится это опять же такие аранжировочные моменты но в этой песне получилось на мой взгляд очень хорошо применить этот прием у нас куплет припев идет с одним битом а пред припев бридж он в другом бите и это на мой взгляд очень круто звучит напишите свое мнение в комментариях под видео вообще задавайте вопросы свои чтобы вы хотели узнать конкретнее и обязательно об этом расскажу что смогу то расскажу что за сам знаю ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до новых встреч пока у меня и и и и и и и